Привет, меня зовут Эльмира, я из Казахстана. Я учусь в Донбэй университет Инто-Чайна. И сейчас я ознакомлю вас с общежитием, где я живу и где живут другие остальные студенты Инто-Чайна. Наше общежитие находится на кампусе университета, буквально в 10-15 минутах от здания, где мы учимся. Справа от нас находится Walmart, то есть маркет, можно приобрести все что угодно. И слева от нас это баскетбольная и футбольная площадка, где ты можешь провести свободное время и поиграть в любую спортивную игру. Теперь пройдемте внутрь в здание. Добро пожаловать! При входе на первом этаже здесь располагается комната Шушу, то есть дежурного. Он сидит целыми днями, то есть здесь безопасно. В 10 часов закрывается дверь на первом этаже, поэтому мы приобретаем карты, стоят всего лишь 50 юаней. И после 10, если ты вернулся поздно, можешь использовать эту карту. Также вы можете не беспокоиться о своей безопасности, так как на каждом этаже есть камеры. А сейчас давайте пройдем на второй этаж, где находится моя комната. Вот сейчас мы на втором этаже, а вообще здание 6 этажей. В основном живут, в каждой комнате живут по два студента, но есть и этаж, где живут по одному человеку. А вот и моя комната, сейчас я покажу вам, как я живу. Вот и мы в нашей комнате. Я делю ее соседкой из Кореи. Уюту мы в комнате создаем сами. Можно украсить, как хочешь, наклеить что-нибудь. Здесь находятся две кровати, шкаф большой достаточно и рабочий стол. Телевизор предоставляется. В некоторых комнатах чайники тоже. На комнату свой индивидуальный туалет и душ. Лично и лично я люблю свою комнату. Очень. Сейчас мы на кухне. На каждый этаж по одной кухне и здесь мы, в принципе, готовим. На выходных с друзьями готовим, закупаемся и готовим свои национальные блюда. Очень весело проходит процесс готовки, потому что из разных стран студенты тоже как бы угощаем друг друга. Здесь вот микроволновка, потом рисоварки, два холодильника, вытяжки и раковины. Посуду тоже оставляем в шкафчиках и на замочках, то есть безопасно. И плитка. А еще здесь есть комната, где студенты могут постирать свои вещи, приобретя специальную карту. Также наверху существует комната, где можно высушить вещи. Итак, это была экскурсия по одному из зданий общежития Инто Чайна. Нам здесь очень нравится. Надеемся, что и вам тоже понравится.